С высоты седьмого этажа вся округа как на ладони. Вот голый каркас мегакомплекса «Грин». Рядом новенькие высотки. Над головой голубое небо, внизу проезжающие автомобили. Одним словом, романтика. Но для них это обычные трудовые будни. Вязка арматуры, сборка опалубки, заливка бетона. Простому зрителю это ни о чем не скажет. Но они знают все тонкости технологии. За плечами бригады – многолетний опыт работы. Начинал я, можно сказать, с простых рабочих. Сейчас я работаю бригадир монолитной бригады. В отрасли я работаю уже в пределах 20 лет. Для меня профессия строитель – это моя уже вся жизнь. Надежные парни. Так Александр Вячеславович отзывается о своей бригаде. Он сам строитель в первом поколении. Основал, говорит, будущую династию. По стопам монолитчика пошли братья и теперь уже сын. А вот Николай свой первый опыт сварки получил еще в детстве. Отец, говорит, 25 лет проработал сварщиком на стальзаводе. Профессию освоил и сын. Сварщик должен первым делом разбираться в чертежах. Помимо сварки, всю работу выполнять. И монтаж вести, и какие-то конструкции сваривать. Я не собираюсь менять эту профессию. Она мне полностью нравится, устраивает. Не менее ответственная профессия – каменщик. От качества кладки кирпича зависит надежность конструкции. Работу необходимо выполнять быстро и ловко. При этом не забывать о стандартах и правилах. Оценивать правильность швов, горизонтальных и вертикальных уровней. Но нужен не только хороший глазомер, но и физическая сила. В день Игорь Завадский поднимает 5 тонн. За смену укладывает до 1000 кирпичей по 5 килограммов каждый. Они любят свою работу. Иначе, говорят, вряд ли бы выдержали тяжелый труд. Уже в следующем году в этой высотке будут отмечать новоселье. Улучшенная планировка квартир, выгодное расположение, подземная парковка. Чтобы сделать жизнь горожан комфортнее, строители работают без отпусков и перерывов. Работа на этой стройке кипит каждый день, включая субботу и воскресенье. Даже свой профессиональный праздник многие строители встретят здесь, на своем рабочем месте. Им ни помеха, ни дождь, ни град, ни изнуряющая жара. Не пугает даже экстремальная высота. Сегодня в области реализуются проекты по комплексной застройке территории. Многоэтажки стремительно растут на месте бывшего аэропорта в советском районе Брянска, в микрорайоне Мичуринский. Застраивается улица Флотская в Бежицком районе. Новое жилье – это современная архитектура, материалы, технологии, современный дизайн. Старались мы максимум удобств сделать для людей. Поэтому здесь применяли современные методы, отделки, в частности лифтовые холлы, фасад. Потом благоустройство тоже самое. Особенно даже руководство компании пошло на просьбы жителей. После сдачи увеличили число парковочных мест. Не забывают застройщики и о досуге жильцов. Рядом с новостройками появляются детские спортивные площадки, высаживаются кустарники и деревья, разбиваются аллеи, устанавливаются лавочки. Благодаря строителям в регионе появляются новые больницы, детские сады, школы. В рамках федеральной программы «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях» в 2017 году будут построены три школы в Стародубе, населенном пункте Свень в Путевке. Школа принимает учащихся из населенных пунктов Кузьмино, Путевка, Толмачево и уже и город. Количество детей постоянно росло. Данная пристройка позволяет теперь разместить более тысячи детей. Главная задача решена, то есть дети будут заниматься в одну смену. Пристройка к Снежской гимназии на 500 мест была построена в рекордно короткие сроки – всего за пять месяцев. Сейчас она полностью готова к приему учеников. Кабинеты оборудованы всем необходимым. В школе есть интерактивный комплекс и компьютерная техника, актовый зал. Даже рекреационная зона с аквариумом во всю стену. В подарок от достройщика гимназисты получили спортивную площадку с современным резиновым покрытием. Строительная отрасль является надежным индикатором состояния региональной экономики. Из года в год растут объемы жилищного строительства. В первом полугодии 2017 года на территории Брянской области введено в эксплуатацию больше 200 тысяч квадратных метров жилья. В строительной сфере региона насчитывается больше полутора тысяч строительных и проектных организаций, производителей промышленной продукции для отрасли. Работает свыше 30 тысяч человек. В их адрес в эти дни звучат поздравления. Хочу пожелать большого здоровья, семейного благополучия, чтобы в семьях все было хорошо. Здоровья, творческих проектов, планов. Терпение, здоровье, ну и денег побольше, ну зарплата разумеется. Успехов в работе, больших новых грандиозных строек, красивых домов. Ну а остальным жителям города Брянска, чтобы они восхищались и радовались своему городу. Профессия строителя, она требует трудиться. Вот, поэтому всем крепкое здоровье и, конечно, удачи. Елена Почкарева, Евгений Седачев. События. Брянск.